Человечество начало примирать трубы очень давно. Ее прототипы были тростяки и бамбук, из которых сооружались первые водоводы. Еще в Древнем Риме научились экзотажить трубы с бронзой. Первые методы промышленного производства таких металлических изделий возникли в начале 19 века. В настоящее время выпускают миллионы и миллионы тонн продуктов, без которых не могло добойтись огромное количество отраслей хозяйственных ездов человека. Внутрь труб с предварительным возогревом появляется случай, когда нет возможности применить трубогибочное устройство и приспособление для гибко-холодных постов. Процесс гибкой труб с предварительным возогревом весьма трудоемым и производится с наполнительным. В этом качестве используют сеянный речной песок, без органических включений слишком мелких фракций, которые при термическом воздействии могут спекаться и перегорать к стенкам. Песок не должен быть влажным, чтобы исключить возникновение высокого давления пара в трубе при ее нагреве. Гибко-холодных труб производится при температуре порядка 900 градусов, без пережевывания, с одним нагревом, иначе ухудшается количество продукции. Размеры загреваемого участка появляется сечением и радиусами гибких. По кончению процесса удаляют заглушки, извлекают песок, очищают и промывают полость трубы. Набивка труб песком, особенно тут, труб больших диаметров, является очень трудоемкой операцией. На механизации операции набивки и плотения труб песком принять молоковый вибрационный встановок. При отсутствии специальных установок песок в трубах уплотняет вручную, с постепенным обстойчиванием труб молотком. Ударным молотком по трубе наносят снизу вверх, при одновременно ее поворачивание до тех пор, пока при ударе по трубе не будет слышаться глухой звук. Для выхода газов, разующихся при нагреве труб в пробках, вставляем в нижнюю и верхнюю часть трубы, сверляет отверстие. Трубы больших диаметров в внутренних гибочных плитах с вертикальным барабаном. Нагретую трубу в этом случае укладывают на гибочную плиту между упорами. Установлены определенные стаины друг от друга, соответственно, месту нагрева. Труба изгибается при помощи троса, наматанного на барабан лебедки. Длина нагреваемого участка зависит от угла гибки и диаметра трубы. При угле 90 градусов нагревается участок равный 6 диаметрам трубы. При угле 60 градусов участок равный 4 диаметрам трубы. При угле 45 участок равный 3 диаметрам трубы. И при угле 30 участок равный 2 диаметрам трубы. Если нагретая часть окажется больше намеченного участка, охлаждает различную часть водой, иначе трудно получить необходимый радиус закругления. При гибке труб следят, чтобы равномерно вытягивались с внешней стенки и досадилась внутренняя стенка трубы. При этом учитывая, что внешняя стенка трубы легче вытягивается, чем происходит посадка внутренней стенки. Трубы гнут плавно, без рывков, иначе в месте гиба могут появиться складки. Складки вытягивают по плите молотком. С этой целью трубу сначала гнут на большой угол, чем следует по шаблону, а затем отгибают в соответствии шаблон. Трубы больших диаметров гнутся многократным нагреванием. Правильность гибки трубы проверяют шаблоном, затем удаляют пробки, высыпают песок и обрезают концы по рискам, внесенным на шаблоне, очищают и промывают внутреннюю полостью труб. Такими способами получаются трубы, закругленные больших и малых диаметров. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...